Привет, друзья! В предыдущем видео я показал вам то, как можно создавать программы, программировать асинхронным способом и получил несколько вопросов предложений такого характера, что это за такие пластмассовые синтетические примеры, как вот этот? Что за слип, который изображает какую-то активность под капотом? Нельзя ли эту активность сделать реальной и показать на живом примере? Ответ можно. И в сегодняшнем видео я решил продемонстрировать, как можно качать несколько файлов из интернета синхронным и асинхронным способом. Как обычно, сравним два подхода, измерим время, затраченное на первый подход и на второй. Начинаем! В качестве живого примера будет использоваться специальный сервис, находящийся в интернете catasaservice.com, который позволяет скачивать фотографии различных котов. Обращаясь по одному и тому же URL, вот я буду обновлять, я буду с каждым разом получать разную картинку каких-то котов. То, что мне и надо. То есть я буду скачивать по одному и тому же URL синхронным способом картинки и асинхронным способом. Посмотрим, какие из этих двух вариантов окажутся быстрее. Как обычно, начнем с синхронной версии. Для этого создадим новый файл main.py и в нем сразу создадим точку входа. Перед тем, как непосредственно определить функцию main. Импортируем необходимые библиотеки. Нам понадобится импорт. HTTP клиент. Входит в стандартную библиотеку, не нуждается в установке. И тайм. Также определим несколько констант, которые отвечают за конфигурацию нашего приложения. Первая константа это количество фотографий котов, которые мы будем загружать. cats2download и равна 100. 100 фотографий котов. А также адрес специального сервиса, который позволяет загружать фотографии котов из интернета. cat-as-a-service. cat-as.com. Вот так. Все. Теперь можно приступить к определению нашей функции main. Делаем засечку времени, для того, чтобы определить время, необходимое для того, чтобы закачать 100 фотографий котов. Есть. Дальше создаем подключение к нашему сайту. Все. Объект подключения создали. Дальше в цикле фотографию за фотографией скачиваем фотографии котов. Вот таким способом. Don't cats2download. Что-то не совпадает. Вот так. И теперь при каждой итерации делаем реквест, то есть синхронный запрос к нашему сайту, вот по вот этому адресу. Методом get, по вот этому url. В результате должны получить фотографию кота. Для этого получаем ответ нашего сайта, содержащий фотографию кота. Дальше нам необходимо получить, перед тем, как мы будем сохранять фотографию нашего кота на диск, нам необходимо вычленить оттуда расширения. Как я заметил, расширения могут быть или JPEG или PNG. Расширения мы достанем таким способом, то есть из заголовков, из словаря с заголовками, возьмем ключ ContentType, разделим его по разделителю и возьмем второе значение. То есть это как раз и будет наше расширение. JPEG, PNG или что-то еще. Все. После этого необходимо сохранить полученный загруженный файл на диск. Сделаем это с помощью контентного менеджера with. Фотографии наших котов будем сохранять в папку cats. Для этого создадим ее здесь. Cats. Cats. Потом пойдет имя. Нашей фотографии будет начинаться с cat. Дальше подставим, так как у нас здесь F строка. Номер итерации. То есть фотографию по номеру от 0 до 199 в нашем случае, так как N-1. Дальше добавим расширение файла и в бинарном режиме запишем наш файл на диск. Создадим его и запишем. Сделаем это с помощью метода write. То есть указатель файл pointer. У него есть метод write. Записать на диск. Что мы будем писать? Мы будем писать содержимое ответа от нашего сервера. То есть мы его вычитаем и то, что мы вычитали, те байты мы запишем на диск. Дальше выведем сообщение, что загрузка N-ого кота завершена. После этого можно посчитать суммарное время, затраченное на всю процедуру. После того, как цикл завершить свою работу, выполнить 100 итераций, необходимо сделать еще одну засечку времени, отнять от нее стартовое время, ну и для удобства перевести все это в строку и вывести на печать. Ну что, попробуем. Вот идет загрузка наших котов, строго в синхронном режиме, в той очередности, в которой их проходит цикл, тратится какое-то время. Все фотографии реальные, все они разные. Время на загрузку не одинаковое, загружаются они из интернета. То есть самый, что ни на есть, реальный пример. И вот они появляются, все наши коты в папке. Сейчас мы дойдем до 99 фотографии. Посмотрим, сколько на это ушло времени. Мы видим, что понадобилось на загрузку 100 фотографий 44 секунды. Можем убедиться, что это реальные фотки котов. Специальный сервер, сервис, который обеспечивает загрузку разных-разных фотографий котов. Ну что, содержимое можно удалить и перейти к реализации того же примера, но в асинхронном виде. Традиционным способом переделаем вот эту программу шаг за шагом в асинхронный вариант. Для этого скопируем имеющийся файл вместе со всем кодом, который в нем имеется, и переименуем его в асинхронный main. HTTP клиент стандартный нам не подходит. Зато нам понадобится библиотека Async.io. В качестве клиента мы будем использовать специальный асинхронный клиент, который называется IOH-TTP. Видите, что система его не видит, это значит, что его необходимо установить. Чтобы установить какие-то зависимости конкретно для этого проекта, создадим виртуальное окружение и активируем его. Далее необходимо установить IOH-TTP. Воспользуемся инструкцией с домашней страницы данной библиотеки и установим вариант со всеми дополнениями и улучшениями. Все. Также для работы с файлами в асинхронном режиме нам понадобится еще одна библиотечка IOH-Files. И ее тоже надо установить. Для этого воспользуемся командой Python Index. Все. Пардон. Установил не ту библиотеку, не файл, а files. Она у меня уже установлена, теперь все нашлось. И, к сожалению, просто так взять и как в предыдущем искусственном пластиковом примере, просто так переделать эту программу под асинхронный режим не удастся. Поэтому удаляем все, что здесь есть и по сути создадим все заново. С чего начнем? Как обычно, вызов функции. Функция должна стать асинхронной. Асинхронной. Для этого необходимо поместить ключевое слово Async перед ключевым словом Def Define определить нашу функцию. Далее, как обычно, делаем засечку времени, которая начнет отчет стартового времени выполнения. Дальше, для того, чтобы выполнить все загрузки одновременно, с каждой загрузки, с каждой задачей, по загрузке отдельного файла необходимо сформировать асинхронную задачу. Это такая функция, которая готова к выполнению. Из этих функций необходимо поместить в список все одновременно готовые к загрузке и отдать их одновременно на выполнение в асинхронном режиме. Поэтому заготовим список для наших задач. Пока он пустой, в него мы будем помещать готовые к запуску задачи на загрузку наших котов. Дальше, нашим асинхронным HTTP клиентам воспользуемся с помощью асинхронного контентного менеджера. Вот таким способом. Это все тот же With, только перед ним стоит ключевое слово Async и результат его выполнения это сессия. Далее у нас идет цикл, в котором будут формироваться наши асинхронные задачи. Не будут стартовать загрузки, а будут формироваться задачи, которые готовы к старту. То есть такие задачки на готове. И вот, собственно, в следующей строке и будет выполняться, будет формироваться такая задача. Так, что же мы видим? Опять уже знакомая CreateTask, AsyncIO CreateTask, внутрь которой помещается функция, ожидающая два аргумента. Сессия и кота, которого нужно загрузить. Ну, код это просто его индекс по номеру. Для того, чтобы можно было как-то различать номера файлов. Ну, то есть тот или иной файл, который был загружен. После того, как задача сформировалась, мы ее добавляем в список задач, готовых к запуску. Не забываем про IDENT. После того, как все задачи сформированы и лежат в списочке, готовы к тому, чтобы выполниться, мы запускаем все эти наши задачи одновременно с помощью AsyncGether. Напоминаю, звездочка здесь играет роль распаковки. То есть она берет наш список, полный задач, в котором содержится 100 задач, распаковывает его, как будто они здесь все написаны через запятую, и AwaitGether выполняет эти задачи одновременно в синхронном режиме. После этого печатаем финальное время, которое понадобилось на выполнение всей нашей загрузки. Так, единственное, что я не сделал, а нет, сделал. То есть вот стартовая точка, вот текущая точка, и выводим время, необходимое на выполнение всех 100 загрузок. Вот, у нас наш весь код подчеркнул вот эту штуку и, собственно, он говорит о том, что я не знаю, что это такое. NotDefined. А это наша функция асинхронная, которая будет отвечать за загрузку конкретного кота. Выглядит она вот так. То есть мы ее помещаем над. То есть эта функция ждет сессию, внутри которой все это работает, и индекс нашего кота. Дальше все очень похоже. С помощью асинхронного менеджера, опять-таки, из объекта сессии вызываем метод get, который обращается к нашему сайту, говорит, дай мне очередного кота. И возвращает ссылку на результат. Дальше мы извлекаем расширение из результата. И записываем результат, опять-таки, в асинхронном режиме. Все очень похоже, но обрамлено вот этими async await, async await. Напоминаю, что эти async await означают. Везде, где мы видим слово await, вот, вот, это означает дожидаться, или вот, дожидаться результата. То есть каждая вот такая штука возвращает, если она умеет работать в асинхронном режиме, она возвращает не результат, а обещание этого результата. В питоне это называется future, в яваскрипте, в других языках, промесы и другие названия. Ну, в общем, если просто выполнить в синхронном режиме любой из этих методов, он вернет обещание результата. А ключевое слово await заставляет дождаться, остановиться в этом месте и дождаться результата. Но не просто остановиться, а остановиться и сказать цикл событий асинхронный, в котором одновременно 100 загрузок лежат. Я сейчас дожидаюсь результата, когда в данном случае я прочитаю файл, то есть он загрузится, либо запишу его на диск. Вот я сейчас нахожусь в режиме ожидания, я жду ввода-вывода. Пока я жду, если у тебя есть другие задачи, асинхронные, ты можешь их поделать. Как только у меня будет результат готов, я дам тебе знать, и ты переключишься на меня, и можем доделать все, что здесь осталось. То есть вот такой вот режим замирания и отдачи контроля. Так, что осталось? Что осталось? Единственная библиотека IOHttp требует несколько другой формат записи URL, поэтому здесь тоже нужно исправить. Сохраняем наш результат, и если я нигде не ошибся, все это должно работать. Вызываем еще раз. И видим, что скорость сразу уже визуально гораздо выше, чем это все было в синхронном режиме. Вместо 40 секунд получили 10 секунд. 10 секунд, ну такой значительный прирост. Видим, что загрузки и завершение загрузок происходят не по порядку. То есть файлы разные. Стартанул 17-й, потом 3-й, 3-й, 4-й, 6-й, 8-й, 0-й. В общем, видно, что в разнобой все это происходит, в зависимости от того, кто раньше стартанул, у кого файл больше, потребовалось его дольше загружать. То есть поэтому кто-то мог стартануть раньше, но из-за того, что фотография кота получилась более большая, ему пришлось дольше ждать результата, и в это время кто-то другой уже, может быть, успел начать загрузку и завершить загрузку. Давайте проверим, что наши коты на месте. Вот наши асинхронные коты. Для чистоты эксперимента можно еще раз загрузить все это. Удаляем. И запускаем заново. Получили 9 секунд. Ну, то есть в районе 9 секунд у нас тратится на загрузку 100 файлов с котами. Вместо 40 секунд в прошлый раз. То есть 4-х кратный пример. Ну, вот такой у нас получился реальный пример с файлами, с асинхронным HTTP клиентом. Не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»